Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Точка зрения». В четверг в Бурятии был подписан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Этот документ подписан главой республики, опубликован на официальном портале. О содержании этого документа мы беседуем с уполномоченным по правам предпринимателя в республике Бурятия Чингисом Матхеевым. Здравствуйте, Чингис Сергеевич! Здравствуйте, Вярбович! Мы решили узнать именно вашу точку зрения, потому что, с одной стороны, вы, можно сказать, государственный чиновник, должностное лицо, но рассматриваете все через призму именно поддержки предпринимательства. И сначала позвольте узнать ваше мнение о мерах, предложенных ранее премьером министром и президентом России в отношении предпринимателей. Действительно, у предпринимателей в регионах скопилось большое количество вопросов, которые относятся к введению федерального регулирования, которые касались налогов, касались фарховых взносов. То есть все вопросы и предложения отправлялись, соответственно, в своем послании президент озвучил меры как социальной поддержки, так и поддержки бизнеса. Первое – это отсрочка по всем налогам, кроме НДС для малого и среднего бизнеса. Кроме того, микропредприятия численность сотрудников до 15 человек получают еще и отсрочку по платежам в социальные фонды. Далее отсрочка по кредитам будет закреплена соответствующим решением Центробанка. Это мораторий на подачу заявлений о банкротстве. ФНС уже сейчас прекратил арест счетов. Если какие-то случаи появляются, обращайтесь, безусловно. И, соответственно, по поводу поддержания занятости, это как раз так называемый налог на труд. Он будет снижен с 30 до 15 процентов. Для тех, у кого зарплата соответствует или превышает минимальный размер оплаты труда, для тех, у кого минимальный размер оплаты труда меньше, он останется на том же уровне. Но надо понимать, что эта мера направлена на сохранение занятости, которая будет, по крайней мере, в рамках МРОТа оплачиваться. Это подписано поручение Мишустина, представителя правительства, по отмене всех новых проверок, которые проводятся по 24-му закону. Плановые, внеплановые, таможенные, налоговые. И со сроком исполнения незамедлительно. Но есть здесь небольшой нюанс, что предыдущие проверки, которые уже начались до 18 марта, они доводятся. Правительственные республики Бурятия подготовили на предложение, чтобы эти проверки были приостановлены. Потому что, как мы понимаем, так как в отсутствии новых проверок, у контрольно-надзорных органов тоже появляется дополнительное свободное время, которое может быть с усиленной энергией направлено на доведение предыдущих проверок. Эти меры, на ваш взгляд, достаточно? Я воспринимаю эти меры первоочередными. Я думаю, что они будут расширены. Говорить о том, достаточно или нет, я думаю, не может сейчас сказать никто. Но наш план, я так понимаю, как раз и расширяет этот набор льгот, мер. Он частично прописывает то, как это будет реализовываться на региональном уровне. Что касается, вот мы говорили о налогах, о взносах, о том, что людям платить. Здесь надо дополнить, что на республиканском уровне принято решение об моратории на выплаты по аренде государственного и муниципального имущества. Это первое. Это вот что касается, скажем так, сокращения расходов, которые должны сейчас нести предпринимательные. Второй момент, это, конечно, как им пополнять свои оборотные средства. По банкам. Значит, также будет по банкам представлена отстрочка по всем кредитам. Это тоже находится в федеральном ведении. И готовится отречь, что будет приказ Центробанка. Он будет доведен до банковской сферы. Ну и, соответственно, он придет сюда. Мы тоже ждем этих нормативных упоминаний. Что касается республики Бурятия. У нас существует фонд по поддержке малого и среднего предпринимательства, которое микрофинансовая организация. Значит, принять следующее решение. Во-первых, все работы по изъятию залогов приостановить. Второе. Это все предприниматели могут получить 6-месячную на срочку по платежам. И третье. Готовится предложение по докапитализации данного фонда, чтобы он мог в большем объеме финансировать. Потому что действительно понятно, что мы сохраним налоги, уберем налоги, взносы, кредиты. Но жить на что-то людям надо, чтобы они могли пополнять свои оборотные средства. В том числе сейчас обсуждается вопрос по снижению процентной ставки. А вот докапитализация фондов, а за счет чего? Денег-то ведь не так много. Вы правильный вопрос задаете. Здесь, безусловно, когда мы говорим об отсрочке платежей по налогам. Это, безусловно, упрощенная система налогоблаждения. Это региональный бюджет. И НВД. Это вообще муниципальные, которые занимают очень неплохую долю в доходах муниципального бюджета. Естественно, это будут выпадающие доходы бюджетов. И вчера министр экономики нашим об этом сказал. Поэтому, наверное, будут готовиться тоже предложения по поводу того, так как у нас в целом дотационная республика, чтобы восполнять эти выпадающие доходы из бюджетов другого уровня. Здесь же очень важно договориться как раз с федеральным уровнем. Потому что мы же знаем позицию Минфина России, что если вы сами предоставляете какие льготы, значит вы богаты. То есть уменьшаем федеральный транспорт. Но такого не будет. Удастся договориться? Это уж, как вы понимаете, Герман, это не в моей компетенции находится. К сожалению или к счастью. Но сам по себе сценарий, по которому у нас все развивается, я думаю, его не предполагал никто. И, безусловно, когда мы разговаривали о снижении тех или иных налоговых ставок в таком типовом режиме, над нами давляло это соглашение с Минфином. Я думаю, такие соглашения будут пересматриваться. Вот первый пункт плана – это обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения. И первый пункт плана – мониторинг розничных цен на продовольственные товары и их запасов еженедельно и ежедневно лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции, индивидуальной защиты. Ну вот хорошо, допустим, зафиксирован рост. Какие будут действия? Как быть при этом со свободой предпринимательства и целью предпринимательства с лечением прибыли? Я думаю, вообще, обо всем так можно сказать, что ситуация экстраординарная. Скажем так, супер-гипер-экстраординарная ситуация. Поэтому мы, конечно, можем говорить о том, как должно быть в идеальном мире. Но в данном случае работа выстроена так, что лично замминистра промышленности Алексей Лавельников проводит эту работу. Открыта горячая линия. Мы все понимаем прекрасно, что сейчас может что-то дорожать. Это надо отслеживать, вовремя принимать меры. Кроме того, ФАС занимается этим. Подключены, я думаю, будут и правоохранительные органы по этому вопросу. Поэтому вся сейчас работа ведется Минпромом. И это архиважно, действительно, чтобы у нас, по крайней мере, не началась резкая паника, не начали скупать вещи. Ну, если коротко, цены могут повышаться, но рост должен быть в разумных пределах. И это будет отслеживаться. И объясним, да. Каждый раз вот в такие моменты начинается разговор об открытии социальных магазинов со сниженными ценами или там самыми низкими в этом сегменте. Но вот в случае коронавирусной инфекции, это же потенциально опасно. Безусловно. Если мы говорим о том, чтобы назвать просто магазин социальным, сейчас многие у нас магазины могут назвать социальными, это приведет только к повышенному ажиотажу, опять-таки к скоплениям людей. Чего пытаемся избежать. Чего пытаемся избежать, да. В этом смысле я думаю, что как действительно решение, это все-таки переводить в онлайн. Так появятся у нас новые ниши, доставка продуктов. По крайней мере, вот у нас сейчас на неделю, да, ну, по крайней мере, тоже уже вопросы задают, как это будет. Но сейчас, я понимаю, вопрос прорабатывается с ресторанами, с общепитами, чтобы они работали именно над форматом доставки. Еще один вопрос. Вот, как видно из плана, работа будет не только с торговлей, но и с производством. Вот, в частности, пункт 1.10 плана гласит, организация производства средств индивидуальной защиты, масок, повязок, представителям среднего и малого бизнеса. Насколько реально организовать такое производство в условиях кризиса тем более? Ну, здесь надо, мне кажется, тоже еще один момент подчеркнуть. Сама по себе, вот медицинская маска, которую мы покупали в аптеках, это медицинское изделие, на которое требуется соответствующий сертификат, в стандартных процедурах он занимает порядка 9 месяцев. Поэтому главой было принято решение, чтобы организовать производство именно повязок. Они тоже помогают. Данные повязки сейчас производятся. Вот буквально, мне сейчас, мы с министром переписывались, промышленности 8 тысяч масок в сутки производят сейчас в республике. Это у нас, в Бурятии, уже есть такое производство? Ну, не одно оно производство, несколько компаний это производит. Каждый кризис говорится о снижении напряженности на рынке труда. Но, проще говоря, борьба с безработицей. Мониторинг, переобучение, общественные работы, альтернативная занятость. Понятно, что в новой реальности возможно сокращение и фонда зарплаты, и штатов. Вот как соблюсти интересы работников, которых отправляют в административные отпуска, которым не выплачивают вовремя зарплату или вовсе увольняют? И интересы предприятий, которые, выдав ту же зарплату вовремя, на завтра просто перестанут работать? Скажем так, занятость и борьба с безработицей, это, наверное, ключевой момент. Потому что, если говорить о тех же мерах поддержки, по налогам и так далее, в целом, безусловно, это прежде всего направлено на то, чтобы снизить, хоть в каком сейчас возможном режиме, нагрузку на предпринимателей, чтобы они могли сохранять сотрудников, сохранять занятость и так далее. Что касается поддержки занятости, мы уже говорили про то, что снижаются выплаты в социальные фонды. Но сейчас у нас в агентстве занятости населения тоже будет расширен спектр предоставляемых услуг. Я так понимаю, деньги есть там, еще деньги подойдут, финансы сейчас позволяют. Поэтому по всей информации надо обращаться в агентство занятости. И вообще, кстати говоря, сейчас такое время, когда за отсутствием какой-то информации рождается очень много непонятных каких-то полуфейков, люди могут добросовестно или недобросовестно размещать какие-то такие вещи. Поэтому мы, в принципе, пришли к соглашению, что вся официальная информация будет появляться на сайте правительства республики. Даже не то, чтобы у нас отдельный министерств или ведомств как-то ввело свою отдельную информационную политику в части поддержки бизнеса, а чтобы у нас именно на правительственном сайте оттуда могли все брать. Вы уже отметили работу с банками, которые кредитуют наши предприятия. Кредиты не должны становиться удавкой и душить предприятия. Но с другой стороны, банки ведь тоже коммерческие предприятия. Тоже как бы рассчитывать на свою прибыль. Как вот эти интересы соблюсти, что называется? В целом, это касается и кредитов, и налогов. Вот сейчас такая формировка – это отсрочка. Но многие предприятия говорят, что сейчас отсрочка дает на 6 месяцев, а через 6 месяцев мне придут куча платежей. Вот отсрочка – это звучит как? Я сейчас не плачу, но потом я буду платить текущее и то, что недоплатил сейчас. Именно поэтому я, как сказал, воспринимаю эти меры как первоочередные, которые требуют действительно прямо резкого такого и моментального разрешения. Но я думаю, вопрос о том, будет ли это в итоге отсрочка или все-таки каникулы, то есть обнуление, я думаю, он безусловно стоит и рассматривается. Но есть вероятность, что будет именно обнуление, а не отсрочка? Такой маленький инсайд, но, по крайней мере, я как понимаю, глава республики поручил рассчитать, какие у нас будут потери, исходя из сценария, что у нас это будет все-таки каникулы. Особое внимание в плане уделено застройщикам. В частности, говорится о мониторинге численности иностранных работников в этой сфере и о содействии в продлении разрешения на трудовую деятельность. А все-таки уместно ли это в условиях, когда работа нужна нашим людям? Вопрос, конечно, трудный. Я, как бы, с одной стороны, выполняю свои служебные обязанности, безусловно, я, конечно, за то, чтобы наши земляки как можно больше были заняты, особенно в таких сферах, как строительство. Но здесь тоже надо понимать строителей, что, к сожалению, пока так, так что отечественная рабочая сила, она менее эффективна и более затратна. Поэтому эти меры, они, безусловно, носят вынужденный характер. А у нас сейчас идут большое количество и социальных объектов, и жилищное строительство. Резкий отказ от иностранной рабочей силы может просто усложнить жизнь застройщиков? Я думаю, может, прямо очень сильно восстановить жизнь застройщиков. Еще одна очень важная для Бурятии отрасль – туризм. Малым предприятиям в этой сфере будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат. Очень большой перечень по аренде, по обучению сотрудников, оплата коммуналки, страхование гражданской ответственности, оплата процентов по кредитам до 4% годовых. Отдельно прописано продление статуса туроператора в российском реестре. Как вы думаете, все это поможет? Эти меры, опять-таки, первоочередные, и их просто необходимы, потому что все-таки сфера туризма столкнулась с беспрецедентными проблемами. Да, речь, конечно, об этом. Посмотрите, и в любые гостиницы, и у нас все же рестораны, и людей нигде нет. Персонал есть, все коммунальные платежи остаются. А на федеральном уровне сфера авиаперевозчиков и туристической сферы, они уже признаны наиболее пострадавшими. Но, скорее всего, этот список будет расширяться. Большой блок этого плана посвящен именно малому и среднему бизнесу. Вот в целом вас там все устраивает? Ну, я уже сказал, что я бы, наверное, хотел, чтобы были каникулы и места срочек. Я бы, конечно, хотел, чтобы у нас и в дальнейшем эти режимы продлевались. Я бы, конечно, хотел, чтобы у нас остановились проверки не только новые, но и прекратились начавшиеся. Я думаю, что говорить, что здесь все устраивает, было бы неправильно. Наверное, никого все не устраивает, и меня в том числе. По проверкам вы сказали прекратить уже открытые проверки, которые уже начались. Это ведь все-таки федеральные полномочия? У нас уже поступило несколько обращений таких, что действительно начались проверки до 18 марта. Ну, и они идут в том же режиме, в котором у нас весь наш несовершенный контрольный надзор работал раньше. Это большая проблема. Правительством уже подготовлен документ с предложением об отмене этих проверок. По налоговым мерам хотелось уточнить. Подготовка предложения о продлении режима налогообложения в виде ЕНВД, единого налога на вмененный доход до 2024 года. Вот то, о чем, как я понимаю, говорили депутаты Народного хурала, это возможно? Я так скажу, возможно все. С одной стороны. С другой стороны, про ЕНВД говорят очень много и долго, и депутаты нашего хурала, и вообще предприниматели всей страны говорят, потому что с 2021 года он отменяется. Предложение подготовлено. Буду смотреть, потому что, наверное, продление этого режима в этом ракурсе, наверное, было бы очень правильным. Когда вы вступали в должность уполномоченного, вы говорили, что одно из направлений вашей деятельности будет упрощение получения государственной поддержки бизнесом. То есть облегчение доступа к тем же фондам поддержки малого предпринимательства, гарантийному фонду, фонду регионального развития. Это удается сделать? Ну, что в этом году удалось сделать? Удалось расширить состав комиссии. Я говорил только про микрофинансовую организацию. Ну и гарантийный фонд, естественно, как организация, которая выдает гарантии, которые могут использоваться как залог в кредитах коммерческих банков. Я считаю, что неправильно, что когда сами сотрудники этих институтов поддержки имеют доминирующее представительство в комиссиях. Я думаю, что в комиссию должны входить представители бизнес-объединений, эксперты. Я думаю, что, конечно, очень помогло бы, чтобы, допустим, депутаты народного хурала или их помощники участвовали в этой работе. Это должно способствовать, что действительно проекты будут лучше подготовленными. И, соответственно, они будут уже такой критический взгляд комиссии более успешно проходить. И второй момент, я думаю, у нас была очень хорошая такая вещь, как реестр получателей государственной поддержки. У нас на сайте Минпрома университета, Минпрома получает, у Минсельхоза. Я думаю, в центре мой бизнес тоже должны в открытом доступе, вообще все институты поддержки, не только в том числе и в центре мой бизнес, в открытый доступ выкладывать, кому дали, сколько дали, на что дали и что дальше с этим проектом. Вы увидели этот план, вот у вас, не знаю, от сердца отлегло, стало спокойнее. Чтобы вы увидели, что есть программа. Ну, скажем так, отлегло, но не полностью. Я опять-таки понимаю, это первоочередные меры, они будут продолжаться, расширяться. Конкретизироваться. Конкретизироваться, да, будут обретать какие-то конкретные формы. Я думаю, не только именно по заданным направлениям. Я думаю, будут расширены и в том числе и списки самих мер. Поэтому, думаю, работа будет продолжена. Вы же видели встречу предпринимателей с президентом России. Выступление основателя сети кафе Андерсон Анастасии Татуловой. Она же там высказалась, что пока готовится мера поддержки, мы уже обанкротимся. Вот этот республиканский план, на ваш взгляд, он будет быстро реализован? Знаете, постараемся. Все-таки я же не являюсь органом исполнительной власти. Я даже сейчас считаю, что, к сожалению, для меня не являюсь органом исполнительной власти. Поэтому, я думаю, моя сейчас главная задача, действительно, как вы правильно сказали, обеспечить оперативность принятия всех нормативных документов и качественно их реализацию. Ну, я думаю, все сейчас нацелены на это. Никогда, что называется, мы не сталкивались с такими проблемами. Ну, поэтому в настоящее время, я думаю, самое главное – это наша сплоченность. Я не хочу никакими-то зашоренными фразами говорить, но, безусловно, сплоченность, ответственность нам в помощь. Наша задача сейчас оперативно реализовать те меры, которые уже приняты, обеспечить качественный поток, чтобы новые предложения были оперативно включены в этот план. И вот эта револьверная система, которая должна быть… Вот, наверное, вот это моя задача, чтобы сейчас она работала, как бы подстегивать людей, где-то торопить, задавать, может, неудобные вопросы. Очень многие вещи – это либо практически исключительная компетенция федеральных органов. То есть, та же налоговая политика, страховые взносы и так далее, и так далее. Вот, насколько все-таки региональные правительства могут, ну, располагают инструментами для активной экономической политики? Ну, смотрите, все равно региональные правительства в любом случае в части своих компетенций имеют упрощенные системы налогообложения, патенты системы, транспортные, земельные, НВД на муниципальном вообще уровне он решается. Вообще, я могу тоже небольшой секрет, но до того, как вообще было послание президента, которая, безусловно, в части налогов сняла очень много вопросов, большинство их вопросов сняла. Понятно, что теперь есть вопросы, как это будет на практике работать, но опять-таки мы ждем нормативных документов. Ну, как раз очень много рассматривалось вопросов по снижению ставок по вышеперечисленным региональным и муниципальным налогам. Это как раз деятельность наших институтов поддержки, как они будут работать. Это все, что касается регионального законодательства. Поэтому, безусловно, да, регулирование налогового кондекса, правоприменения и так далее, это все регулируется федеральным законом. Но говорить, что регион совсем ничего не может, тоже неправильно. Ну, и еще одна вещь, это защита интересов региона на федеральном уровне. Тоже важная часть такого регионального лоббизма. Мы располагаем этим инструментом? Ну, я думаю, за сколько у нас? Уже три с половиной года прошло, как Алексей Самбурыч прибыл сюда. Я думаю, он будет центральной фигурой этого процесса, как всегда. Потому что понятно, что будет наверняка какой-то федеральный перечень и отраслей, и предприятий. И, с одной стороны, не хотелось бы в него попадать, но, с другой стороны, лучше быть там, да, и получить какую-то помощь. Конечно, конечно. Ну, вот вы правильно сказали. Есть у нас возможность, но главный наш ресурс – это наш глава. Я думаю, что теперь задача правительства, задача народного хурала, задача меня, какого полномочия, задача бизнеса, объединения и так далее, это, что называется, качественно подносить ему снаряды. То есть, давать такие предложения, которые были бы настолько хорошо подготовлены, чтобы они действительно уже могли включаться в федеральные планы по поддержке экономики. И против которых не было бы возражений, в принципе. Да, то есть, если элементарно мы их просто некомпетентно будем готовить, то здесь вопрос не о том, что получение, не получение, а вопрос, наверное, уже будет совсем в другой плоскости. Ну что ж, здесь речь, я благодарю вас за участие в программе. Вас, уважаемые телезрители, я благодарю за внимание. Напомню, это была точка зрения уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия Чингиса Матхеева. Всем доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова